Здравствуйте, я Марта Ардашеля. Вы смотрите проект о смыслах. Это новый проект, он посвящен темам, на глубокое осознание которых нам часто не хватает времени. В выпуск мы посвятим теме десталинизации в Грузии и будем возвращаться к этому вопросу. Итак, начнем. В 2024 год в Грузии, это год важных парламентских выборов, в нашем обществе принято стыдить друг друга, шеймить за обожание лидеров современности. Это третий президент Михаил Саакашвили и его антибот олигарх Медзин Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта», которого принято также считать неформальным лидером страны. Как побороть веру в мессию и культ личности, это настоящий вызов для грузинского общества и сегодня. Но, может быть, ответ кроется в культе другой личности, Иосифа Сталина. И на эту тему мы продолжим беседу с Антоном Ваджарадзе. Здравствуйте, Антон. — Приветствую, здравствуйте. — Это руководитель отдела исследования памяти и дезинформации Института развития свободы информации. Антон, давайте зайдем с такого более-менее свежего для грузинской общественности. Событие — это когда в ночь 24 на 25 июня 2010 год в городе Гори чуть ли не под охраной специальной службы безопасности был снесен монумент Иосифу Сталину, который стоял в центре Гори, родном городе Сталина. И тогда, даже тогда, когда это решение было принято, и, скорее всего, это было решение правящей партией единонациональное движение, а не консенсус общества, ну или, по крайней мере, жителей этого города. Было очень много вопросов, споров, и эти споры продолжаются до сих пор. Мы постоянно слышим, как всплывает тема возвращения монумента или же тема того, стоит ли переосмыслять личность Сталина. Вообще, считаете ли вы, что вот этот дефицит общественных дискуссий в Грузии очень сильно бьет по вопросу осмысления культа личности? — Приветствую еще раз. Спасибо, что пригласили меня поговорить на эту тему. Начиная с 2010 год, тот ночь ставили еще одним таким событием, когда все, когда это действие было применено сверху вниз, можно так сказать. Сделали это ночью, как вы знаете, там была усиленная охрана, и как-то решилось тогдашнее правительство Михаила Саакашвили, чтобы как-то убрать память то, что не посмели ни Камсахурдия, конечно, ни Шеварнадзе. И также вот за... Это был восьмой год уже, восьмое правление Михаила Саакашвили и национального движения, когда все-таки снесли памятник. Но как мнение многих людей, историков, общественности сходится в том, что все это в децентрализации, можно так сказать, и декоммунизации, она происходила как-то фасадно. И в глубину эта тема не... Как-то не было обсуждения, да, снесли памятники, да, убрали, например, много чего там, звезду из издания Академии наук, и снесли там какие-то памятники, но глубже эта тема не пошла. И поэтому вот обратная реакция была уже в 2012 году, когда как-то спонтанно люди начали возвращать памятники Сталину в те места, которые они раньше стояли, и в некоторых местах они до сих пор остаются. Так что вот все это переосмысление, надо проникнуться как-то в общество, как это было сделано, например, в других странах, в странах Балтии, в Польше в том числе и так далее. Но, к сожалению, у нас против этого работают несколько факторов. В первую очередь сам персона, фигура Сталин и его, можно так сказать, success story, что он из никого, из провинциального городка стал правителем одной шестой части всего такой огромной империи. Еще очень активно работает дезинформация и пропаганда, которая, я имею в виду прокремлевскую пропаганду, которая использует имя Сталина, чтобы достичь других целей, другие, не настоящие цели, то есть забрать Грузию для себя и забрать Грузию в сфере влияния. И в этом Сталин один из главных фигур, и через него, можно так сказать, через его имя проходит такая волна дезинформации, то, что вот человек мог достигать таких высот в Советском Союзе, то, что Советский Союз был местом равных для всех возможностей и так далее. Так что вот, да, это как символически было очень важным фактом, что из центра горе снесли памятник. И до этого, если помните, еще был там один эпизод в 2008 году, когда, после войны 2008 года, русско-грузинской войны, как Ван Умир Абишуль дал интервью какому-то изданию, что он даже предлагал деньги, они даже предлагали деньги российскому пилоту, чтобы он ударил прямо по памятнику, потому что они как-то там не решались до конца, Кстати, мы помним, что это площадь Бомбили, погибли один наш голландский коллега. Площадь Бомбили, да, там до сих пор в музее военной славы, так называется, до сих пор в горе есть такой музей, там есть этот, что Искандер, который упал там, но памятник при этом не пострадал. Но потом, не знаю, была ли это правда, или как-то намеренно все это сказали тогдашние министры МВД, министры внутренних дел, мы обещали, что они давали кому-то, предлагали деньги, чтобы разрушить памятник. Ну, не знаю, но такое прозвучало от него. Да, интересно было бы. Кстати, тогда я помню, что тогдашняя власть, она мотивировала этот снос памятника тем, что якобы Сталин как символ и чуть ли не основоположник той тирании, которая сейчас в России, и которая развязала войну против Грузии, он не имеет права стоять в центре гори, но, к сожалению, почему-то осознание этого месседжа не дошло до большинства грузинского населения, ну или не было донесено. Вы упомянули опыт стран Балтии, можете рассказать, как происходило это там? Вот, в первую очередь, есть огромное различие, потому что, например, стран Балтии, как мы знаем, они прожили в Советском Союзе только 50 лет, а мы целых 70. И когда в конце 80-х, когда начался вот этот парад независимости и волна, чтобы страны обрели независимость обратно, там все еще жили люди, которые помнили о своей независимости, о периоде, когда вот страна не входила в состав Советского Союза, потому что прошли всего 50 лет их Советы завали в 1940 году, а нас в 21-м, так что за 70 лет это поколение все сменилось, уже не осталось никто, кто бы прожил там, ну, наверное, были маленькие дети, но кто бы прожил осознанную жизнь при первой демократической республике Грузии. Там и общественность, они знали, что мы освобождаемся от врага, и то, что мы возвращаемся в свою независимость, это что-то там органичное, это так надо. А у нас, к сожалению, так думало, намного мало количества людей, то с их пор было огромное количество и огромный процент тех, кто не хотели вот этого. Ну да, они подсознательно, может быть, хотели, что там Грузия независимая республика станет, но все-таки они все еще хотели сохранить вот этот союз, потому что видели себя только при империи, Российской империи, при Советском Союзе. Плюс 90-е были не такими трудными для тех стран, как в Грузии. Да, у нас по расчетам историков, экономистов, вообще экономика, три четверти потеряли экономику, там, после независимости, там, 75% около того был сброс. И помним всем, какие были времена, и когда человек страдает там и не знает, как достать элементарную пищу для своего ребенка, на следующий день он винит в этом, конечно, и он помнит, что вот буквально там пару лет тому назад у него была работа, и как-то у него таких проблем не было, чтобы там бороться за... И плюс этот криминал, плюс blackout, можно сказать, какие элементарные там потребительские там, свет, газ, электричество и так далее, это все ушло, и люди стали больше насталгировать по Советскому Союзу. Плюс к этому добавилось еще много факторов. У нас были войны, помните, гражданская война и две оккупированные территории. Еще там, в этих странах, сразу, в полше, создали институт национальной памяти, например, и переосмыслили все это, государство занялся вот этой темой, и они открыли архивы, они обнародовали документы, они сделали поименные списки тех людей, которые сотрудничали либо с Советским Союзом, либо с лацистским режимом. И это такая огромная институция до сих пор, у них, мы были там в этом году, гостили, у нас были там встречи с директорами ИПН, Институтом национальной памяти, это огромная институция с огромной инфраструктурой, и они занимаются как раз этими темами, уже прошло 30 лет, но они до сих пор занимаются, и, например, вот такого большого книжного магазина в Грузии нет, то что у толка этого, у ИПН есть там книжный магазин конкретно только для их публикации. Это в какой стране? Это в Польше, это институт национальной памяти, такие же институты есть и в отдельных странах, в Эстонии, в Литве, Латвии. И они занимаются этим, у них, они уже сделали огромные шаги вперед, они изучили там, не знаю, там очень много чего, и до сих пор этот процесс продолжается. А что у нас? Во-первых, есть еще огромная проблема, что по официальным данным 80% всего архива КГБ уже не существует и сгорело во время Табилийской войны. Я хотела спросить как раз по поводу этих архивов. Мы знаем, что архивы сгорели во время Табилийской войны, мы знаем, что архивы сгорели во время Абхазской войны, и мы знаем рассказы очевидцев, что эти архивы сжигали сами грузины или грузинские формирования. Ну, нет, это две разные истории, можно там рассказать про обоих, там во время Табилийской войны там есть до сих пор много таких мистификаций, теорий заговоров, что какого-то, ну, правда или неправда, пока мы не знаем. Пока мы знаем официальную версию от МВД и от архива МВД, что вот так произошло, и 80% было уничтожено. Но проверить это общественность, к сожалению, нет никакого там ресурса, и нет никакого, не ресурса, а вот нет допуска, чтобы точно узнать, как на самом деле было. Потому что, ну, архивы в Грузии до сих пор по инерции Советского Союза считаются каким-то закрытым, закрытой сферой, не то, что для общественности, а для, не знаю, для других целей используется. А вот, да, вот есть много таких версий, что вот по факту там сгорело, сгорели там просто бумаги, это устроили, и все эти документы вынесли в Москву, и там до сих пор хранится в архиве бывшего КГБ, но нижнего ФСБ. Вот это одна версия, но другая версия, ну, факт есть, что их нет здесь. Или, скорее всего, по официальной версии, у нас нет доступа к агниям, к общественности. Ну, другая история, там, в Абхазии, конечно, это произошло во время войны, и, да, есть там главное то, что вот у абхазской стороны, так, у их правительства, так называемого правительства сегодня есть, то, чтобы вы намеренно сожгли этот архив, чтобы стереть нашу историю. Но потом, в том числе, я работал над несколькими проектами, которые были поддержаны Европейским Союзом и разными фондами, когда вот, делись, то, что хранится у нас в национальном архиве, мы отсканировали все и выложили свободный доступ для них, чтобы вот это была как-то добрая воля, что вот мы даем вам возможность изучить все, что есть у нас в Грузии, раз, вот тогда такое произошло. Но до сих пор там, не знаю, была ли создана комиссия, исследовали, кто это сделал, намеренно было ли это сделано, не намеренно там что-то попало в архив, там прямо вошли, сожгли и так далее. Вот какое-то там исследование или расследование по этому поводу не проводилось. Так что вот как-то я не могу сказать, что вот прямо намеренно кто-то вошел там и сделал это. Вот такая ситуация. Еще добавляется к этому то, что вот у нас доступность к архивам, открытость архивов такой, он очень на низком уровне. И исследователь, человек, историк, тот, кто хочет изучить там тему, надо сначала преодолеть множество барьеров, потом... И это дорого, да? И это стоит очень дорого, вот я работал в нескольких странах в архивах и изучили, кроме этого я сам там работал, а еще изучили законодательство и нормативные акты. Там везде можно, если хочешь там зайти, взять с собой свой фотоаппарат или мобильный телефон, и снимать фото, и потом вечером, ночью, или когда будет свободное время, сесть и поработать надо. А у нас это запрещено. У нас снимать в своей камере запрещено, и одна страница, копия, что они сделали и дали тебе, стоит около 3 лари. 1 доллар. Да, евро или доллар. Это, ну, бесчинная сумма, потому что при написании одной статьи иногда надо, там, перелистать и перетитать на несколько тысяч тагументов. Ни у грузинских историков, ни у историков вообще везде тагедии не имеются, если нет такой, какой-то там проекта и так далее. Это очень сильно тормозит весь этот процесс, не считая того, что еще есть там барьеры много. И как-то вот государство, в общем, не поощряет это дело. Вы говорили, что вот эти потребительские сложности, экономические, социальные, они сильно перекрывали те важные темы, рефлексии, которые нужно было провести грузинскому обществу, и, в принципе, наверное, продолжают перекрывать. Ну да. И, скорее всего, этот вопрос дистринизации, он связан и с политической волей какой-то политической элиты. Почему за эти 30 лет в Грузии не сложилось так, что политический класс правящий не способствовал хотя бы тому, чтобы не было платного доступа к архивам? Ну да, потому что первая часть... Это непопулярная тема? Ну, не то, что непопулярная, а во всех эпохах и во всех правительствах там до сих пор остаются люди, которые не хотят, чтобы все это успело, и все это было... Потому что это, если не они сами, то их отцы, то их деды, то их близкие родственники, которые до сих пор составляют какую-то элиту. У нас там много таких разговоров, что вот, да, если все будет вынесено на дневной свет, и общество будет бегать друг за другом ножами и так далее, потому что мы маленькая страна, и все всех знают, и деда какого-то человека насильно, деда другого и так далее, отец на отца и так далее. Но, извините, там Латвия, где вот открыли все прямо и выложили в свободный доступ, Латвия меньше нас, там 2 миллиона человек всего. И там тоже были такие разговоры, но общество сошло к тому, что надо это сделать, потому что, да, вот мы понимаем, что будут там какие-то неудобные вопросы, и мы узнаем неудобную правду про каких-то людей, но надо же поставить точки над «и» над всем, что вот не было каких-то спекуляций, что вот ты агент кого-то, ты агент того и так далее. И еще дать данные тем людям, которые не сотрудничали, да, вот. И вот там после такого процесса там вислило, что вот в капитане их популярной баскетбольной команды был, сотрудничал епископ, епископ и там самый богатый латыш, кто-то есть сегодня, и он меценат, и он много чего делает, проект, и он тоже сотрудничал, но общество узнало хотя бы, узнало правду, и закончились все спекуляции, и все, что вот раньше было, что вот... То, что у нас происходит со времен Звяда Гамсахурдия, самое такое, самым большим оскорблением был «сук из агента», значит, агент КГБ, и все друг друга кричали там, помните, такое есть «Урбан Леджин» или анекдот, когда толпа протестующих кричала «Гиве Гумбаридзе», говорит, что ты агент КГБ, он сказал, что какой я агент КГБ, я генерал КГБ, вот так происходит до сих пор. Самое последнее, если помните, случай был с Юрием Мечитовым, когда он дал интервью немецкому журналу или телевидению, когда он переинтерпретировал официальную версию 9 апреля, вы помните, и потом как раз Хазарадзе и другие политики начали, что нам надо принять законы иллюстрации и так далее. Мечитов – это грузинский фотограф, который документировал погром 9 апреля. Да, там два дня, это продолжалось, три дня, и все уже затихло. Да, и затихло. Затихло, там такой-то хайп начинается, и потом затихает. То, что не принимают активный закон иллюстрации, это еще одна проблема, не одно правительство, там, да, есть закон хартия свободы, который подразумевает из себя иллюстрацию, но это не то. Должен быть отдельный закон. Не принимают, потому что говорят, что вот у нас архива нету, силаясь на то, что вот 80% уничтожено, и это невозможно сделать. Но мы все-таки думаем, что надо принять закон, потому что рано или поздно архивы появляются. Вот есть такое поверье в обществе, что одна копия самых важных документов всегда отсылалась в Москву, и всегда отправляли копию, эти копии в Москве. Плюс этот один из версий, что по факту эти архивы были не уничтожены, а были визыны, да. В том числе там фигурирует имя бывшего министра госпезопасности Егора Георгадзе, который сам курировал этот процесс якобы. Ну, это один из версий. И, значит, если у нас не будет закон, вот, например, завтра Россия опять-таки хочет, чтобы здесь как-то повлиять на ситуацию и поставить все ног с головой или ногам вверх, и вот обнародует все эти документы и сканирует, и может выложить все в открытом доступе. Не прямо, а может это делать какой-то исследователь. Например, тот, кто работает с Кремлем, а что тогда делаем? Вот у нас есть, вот, мы нашли эти 80% документов в виде копии или в виде того, что было выносено. Ну, у нас нет закона, что как будет страна действовать, вот, если завтра получится. Или вот Россия там, у России появилась добрая воля и передала нам нашим архивам эти документы, все эти документы, что вот это ваши документы, и делать то, что хотите. Ну, что, это у нас закона. Вот мы об этом адвокатируем, говорим, ищем везде, но до сих пор ни одно правительство не решается или не рискует делаться это. Так что вот это такой комплексный подход. Возможно, эта загвоздка заключается в том, что, как вы говорили, это история успеха Сталина, провинциального парня из Гори. И этот этнический нюанс, который очень вдохновляет грузин. Я, например, помню своего деда, который ненавидел коммунистов, но при этом боготворил Сталина и рассказывал про него какие-то легенды дома, как он встречался с Черчиллем, опоздал на встречу, все привстали. Ну да. И какие-то такие легенды. В том числе этот Рузвелл, который в коляске сидел, он тоже устал. Да, 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 это такая была история под вечер. И мне кажется, что, может быть, просто правящая элита не готова разрушать вот это мейнстримное представление, что грузин, да, тиран, но может править миром. И как с этим начать работать вообще? Есть ли у вас какой-то план действия, когда вы адвокатируете? В первую очередь хорошо, что вот в 2021 данные отличаются. Вот сейчас сделали опрос в 2023 году с Яреси, сделана исследовательская компания, и там 35%, ну, 37% людей, которые там, условно сказать, позитивно относятся. Два года тому назад это было 45%, так что вот на 8% это уже серьезный результат. А как будет меняться поколение, и это само собой рассчитывается. Вопрос времени. Да, вопрос времени, потому что, да, вот это где-то там осталось. Вы знаете, Антон, у меня есть такой опыт тоже, когда вот эти деды, это уже не в моей семье, оговорка, воспитывают внуков на вот этих легендах. И я помню, что один наш знакомый молодой человек пошел на выпускной вечер в футболке, мне кажется, со Сталиным, мне кажется, что вот молодежи тоже нужно как-то это рассказывать, как-то это доносить. Родственник знакомого, 25-летний парень, у которого татуировка с Сталиным, да. Но это исключение все-таки, это там не... Да, это проблема, конечно, но мы видим по данным, что все это меняется. Проблема в другом, на мой взгляд. Возрождение идеологии в виде современной Российской Федерации, современной диктатуры. Там возвращают памятники в общественных местах, там уже в официальных источниках, и в том числе в прошлом году обновили школьные учебники. Знаете, наверное, об этом там потом был скандал... Скандал с Чечнёй. Скандал с Чечнёй, да. Вот там вообще он полностью почти реабилитированный. И даже скандал с Чечнёй там... Кадыровцы там, как ни странно, на правильной стороне стали, но это не из-за того, что они, в общем, так гуманисты большие, они просто не понравилось им то, что прочитали якобы депортацию полумиллиона чеченцев и ингушев из-за того, что все они сотрудничали с нацистами. Но там было так написано, но переделали это. Но вот имя Сталина там почти полностью реабилитировано, потому что Путин видит в Сталине, в себе как-то возрождение. И недалёк тот период, когда вот если посмотрим динамику прихода Сталина к власти и потом как всё это развивалось, к сожалению, очень опасная уже ситуация недалёка в то время, когда вот 1937-1938 год повторится. И вот всё идёт к этому. И, к сожалению, у нас... Вот мы, конечно, нам сильно отстаём. И сейчас вот есть надежда, что вот статус кандидата, и дай бог, поскорее, если мы стали членами Европейского Союза, это затормозит. Но последние инициативы законодательные, в том числе и законы об иностранных агентах, очень сильно похоже действует грузинская мечта и правительство, как это развивается в России. Конечно, отстаём на несколько лет, отстаём это в кавичках, конечно. Но все эти там законодательные акты, вся эта пропагандистская машина, которая создана, и мы знаем, что вот в этом году вот Фейсбук прямо сказал, что правительство, то есть Тратком правительство, они прямо действуют, как троллы и боты, и им для этого из бюджета тратят деньги. Очернение там всех оппозиционно настроенных людей, там законы об ЛГБТ и так далее, которые, ну, пока не инициировали, но всё-таки всплевает эта тема, да, и какие-то прокси в группе, в парламенте, как этот Халхиззала или как там это Сила народа, они, ну, знаем, что это одна группа, да, они никакая не там оппозиция и так далее, вот от их уст и от их рук делается всё это, как раз это очень похоже, то, что происходило в 2013-2013 и так далее. в России задержали людей за пустую бумагу на акциях и так далее, это уже у нас происходит, и там происходит как эта несанкционированная акция. И вот очень плохо, если вот и будет катастрофа, если то, что происходит в России, будет здесь, и потом всё это возродится, и в том числе само имя Сталина. Так что не человек, который остался и который умер 70 лет тому назад, а его современная реинкарнация проблема для нас. и он как инструмент в этой современной реинкарнации, в современной России, и не дай бог, что так произошло, и так всё было в Грузии. Но тенденции к этому мы видим, вот и законы об иностранных агентах и так далее. Вот это проблема. А в другом, я думаю, что вот всё-таки люди, которые, да, там будут как-то не гордиться, а вот подчёркивают, что вот наш грузин и так далее выиграл войну, там разрушил фашизм и нацизм, это всё-таки останется какой-то процент. Да, ну, это действительно показательно, то, что в Грузии у нас, с одной стороны, есть музей оккупации, с другой стороны, есть музей, восславляющий Сталина в горе, он продолжает функционировать в прежней форме. И, возможно, да, действительно нужно время для того, чтобы общество сумело это осмыслить. Спасибо за интересную беседу. О смысле говорили. Музей можно, да, добавить? Да, давайте, конечно. А, музей это то, да, отдельное там... Кстати, он самый популярный в Грузии, самый посещаемый. Самый посещаемый. За счёт российских туристов. Нет, не только китайских. И китайских. И не только китайских, и российских там европейцев точно. Много и из разных стран. Он единственный, который self-sustainable, окупаемый. Он может состоять, он может существовать на только свои деньги. Кстати, то, что Сталин – это бизнес-модель, это очевидно, учитывая то, как работают свинерные лавки в центре Тбилиси. Да, да. Тбилиси. И так далее. И такая большая конкуренция там. И она говорит, что она на правильной позиции никогда не сделает это. Но заходит иногда там группа туристов, китайцев, из 30-40 человек, они вот осматривают сначала лавки, потом спрашивают, если вынес изображение у Сталина. Я говорю, нет, и они уходят. Как мне там… Заработать. Нет, она говорит, что я, нет, конечно, это не сделаю, но если бы у меня была там одна лавка с его бутылком, то мое дело было бы очень хорошо. Потому что они не… Для них там качество вина внутри, то, что там залито, для них это второстепенно. Для них главное, но если там портрет был на бутылке, они как сувенир взяли это. Про музей было множество инициатив, чтобы сделать такую параллельную выставку и показать как-то дарксайд или реальную сторону. Ну, его Сталина там, в том числе и репрессии, в том числе и то, что происходило, какая-то была реальная жизнь. но и Министерство культуры, и те, кто могут повлиять на этот процесс, они как-то вот сохраняют статус-кво. Это не только ради того, чтобы, например, кто-то из музея или директор, или там люди, которые решают что-то, не хотят. А это, в общем, целиком там контекст всего гора, всего города, да. И такое случается, например, в селе Замуалуани, там поставлен самый большой памятник, который был сохранен у одного человека там рядом. и после 2012 года они вернули там центры села, и они говорят, что только через наши трупы там часть населения, что вот вы не вы не снесете этот памятник, памятник останется здесь. И что делает на грузинское мечта? Они, конечно, не хотят потерять несколько сотен голосов, потому что это один из больших сел в Грузии Замуалуани, и не хотят потерять голоса этих людей, и так они не хотят потерять голоса людей в горе. Так что они такие резкие движения не делают, можно так сказать. У нас все правительства начинают за последние 30 лет, у них только есть инстинкт самосохранности, чтобы они победили на выборах, на следующих выборах. А то, что там резко что-то поменять к улучению и так далее, главное это выборы, а потом все остальное. Вот так и с музеем так происходит. Да, но в музее очевидно работают такой фан-клуб Сталина, потому что когда я там была экскурсовод, была абсолютным его почитателем. Знаете, да, я слышал от многих людей, но мое ощущение там чуть-чуть иначе, я несколько раз на 4 или 5 раз приходила за последнее время, не так, не фан-клуб. Может быть, есть отдельные гиды, которые такое впечатление произведут, но на меня нет. Чечина, да, она рассказывала то, что она знает и как передавала как-то там героический облик, но когда мы задавали уже вопросы, она, да, понимает все, но и очень адекватно могли отвечать на вопросы другие, но может быть, у них тренинг такой, что вот с российскими туристами или потом с китайцами вот толка представить такой доминантный нарратив. Ну да, потому что вряд ли российские туристы или китайские будут задавать те же самые вопросы, которые задавали вы. Ну да, одно есть, что этот музей очень хорошая капсула времени, ты попадаешь туда и как будто там 60, и экспозиция не меняется, и человек разговаривает с тобой как гид из прошлого, можно назвать как-то музеем путешествия во времени. Ну в целом, да, в целом чуть-чуть ситуация улучшается, это, но еще одна проблема, что про него мы не говорили, это церковь, там все еще слично от отдельных, там тоже все как в стране, да, в этом отражении. С одной стороны, вот, например, в Аджаре есть единственная церковь, вообще православная церковь, посвящена жертвам репрессии, вот именно жертвам репрессии посвящается церковь на Аджаре Схали, там есть сила Аджаре Схали, и местный мемориал попросили там, чтобы наименовать этот церковь во имя жертв политических репрессий 37-38, и это международный мемориал, когда они гостили у нас, они потом и гостили вот этот церковь, тоже, они сказали, что это единственный случай, что вот прямо церковь была посвящена. Есть, я слышал от многих людей из церкви, в том числе, они публично об этом говорят, о злости советского режима, о репрессированиях, о злости Сталина. С другой стороны есть той же там в том числе влиятельные люди, которые наоборот, они сами носталгируют по Сталину и так далее. Но там то же самое, что и в обществе, можно так сказать. Но это я думаю, что там надо все-таки побольше гуманности хотя бы там не носталгировать по человеку, который доказан убил прямо своей подписью 3600 грузинов. если бы не говорится вообще о большом терроре и так далее, просто сталинские списки и списки людей, которых стоит под подпись лично самого Сталина, это 3616 человек. Если не говорится о кулацкой операции, о национальной операции, принес приговор из этих 3600, 3100 было расстреляно, более 450, они были на разные сроки, там 10 лет, 85 лет отправлены на трудовые лагеря, и только там несколько десятых были освобождены. Так что хотя бы не оправдать и не ностальгировать и не говорить, что он был эффективным менеджером и так далее, про человека, который сам лично подписал и в том числе подписал указ о расстреле в районе 200 священников, 200 священников православной церкви те времена. Так что вот да. Ну дадим времени себе, обществу, и надеюсь, Грузии все-таки удастся переварить культ личности Сталина. О смыслах говорили с Антоном Вачарадзе, руководителем отдела исследования памяти информации при институте развития свободы информации. С вами была Марта Ардашеля. До встречи.